Итак, запись пошла, в общем, я буду начинать. Я постараюсь провести вебинар, используя минимум воды, то есть в основном я расскажу то самое интересное, что необходимо знать. Я думаю, вам что понравится, что будут вопросы, можете задавать прямо в чате, я по ходу дела буду не отвечать. Собственно говоря, это презентация о том, что за курс тест-менеджмент, как он происходит, зачем он нужен каждому из вас или не нужен, возможно, кто я такой, ну и так далее. То есть все эти моменты мы здесь порешаем. Итак, прошло о себе. Меня зовут Антон Мужайло, как написано. Я занимаюсь мануальным тестированием, автоматизацией, перформанс-тестированием, тест-менеджментом, провожу разные тренинги, в том числе и этот. Вот. Выступаю на конференциях, занимаюсь разными прикольными штуками, помимо всего этого. И в этот раз я начинаю очередной свой курс по тест-менеджменту. Это будет уже по счету, наверное, 11 группа. Вот. Такое. Ну, в принципе, если больше вам будет интересно, можете мне найти. Моё имя, фамилия Гуглица в LinkedIn. Вот. Можете вас найти больше. Так вот. В этом курсе. Что такое? Зачем это нужно? Да, кстати, вот я попросил. Здесь есть информация во мне. Можете посмотреть. Вот. LinkedIn, мой почта, Skype. Соснагаря, что за STQV-курс? Скажите мне, у кого нет STQV-фаундейшна? Кто не сдавал фаундейшн? Напишите в сайтнике. Кто не сдавал? Ну, чтобы я знал. Прикол в том, что если вы не сдавали фаундейшн, вам будет сложнее въехать, поскольку термины используются одни и те же. Я расскажу, как это работает. Фаундейшн уровень STQV, он описывает костяк. Представьте себе дом, у которого есть стены, у которого есть отверстия под двери, под окна и так далее, но у него как бы нет ничего внутри. Вот это фаундейшн. Фаундейшн расскажет вам, что есть стены, есть двери, есть окна, есть разные инструменты, разные интерфейсы, но они рассказывают, зачем они нужны. То есть фаундейшн – это база, на основе которой строится весь курс STQV. Поэтому очень важно понимать, что фаундейшн нужен для понимания всего. Иными словами, если вы хотите знать тест-менеджмент, вам необходимо все-таки понять фаундейшн. Он несложный, можно с ним разобраться, но все же настоятельно рекомендуется. Что важно в этом курсе, хочу сказать. Для меня как бы фаундейшн, ну так, не очень. Я посмотрел на него, подумал, зачем она мне, вот, я его выучил, я его сдал, все хорошо, но я от него получил самую малость. Я не понял смысла. Тест-менеджмент дал мне, как специалисту, как бы огромный багаж знаний, который мне был необходим. Я расскажу, почему. В данный момент я занимаюсь, ну, как бы уже полтора года, наверное, или два, я занимаюсь разными адвайзерами, консультациями, ассессментами в области IT для разных проектов. То есть я оцениваю тестовые процессы, автоматизацию и перформанс-тестирование для других проектов компаний. Вот. То есть я увлечен в такие активности, и конкретно вот этот тест-менеджмент мне очень хорошо помог. Почему? Потому что в основном для всех проблем есть классические решения. Не нужно приобретать, как бы, изобретать новое колесо для того, чтобы решить типическую проблему. Проблема в том, чтобы знать эти классические способы. Собственно говоря, Селабус дает вам понимание о классических способах решения проблем. Он говорит вам, как эти проблемы обычно решаются, при помощи чего. Вот. Дает вам фундаментальное знание того, как это все должно происходить. Собственно говоря, переходя дальше, вот перед вами картинка курсовости QB. То есть вот у вас есть foundation внизу, база. Дальше выше идет advanced level, то есть продвинутый. Здесь у нас есть тест-менеджер, аналитик и технический аналитик. Вот. Они отличаются тем, что аналитик обычно занимается техниками блокбокса, тест-дизайна и experience-based. Технический аналитик занимается whitebox, занимается разным техническим тестированием, типа там перформанс, автоматизация и так далее. Вот. Опять же, все касается техник тест-дизайна. Есть также экспертный уровень. Он не пожизненный, как вот эти вот, которые я сказал. Его нужно пересдавать каждые пять лет, подтверждать. Также и слева справа колоночки agile и specialist. Agile – это все то же самое, но в agile, ну, как обычно. Вот. Specialist – это конкретно силабусы, зазначенные под определенные профессии. Например, здесь automotive tester, есть для автоматизаторов, для security-тестеров, вот, типа, advanced уровень. То есть… Но в целом мы фокусируемся на момент на core направлении. Вот. И этот курс по тест-менеджу. Справа вы видите статистику успешных сдач-несдач по Украине за… Не помню, какой, скажи, 17-й год. Ну, потому что, насколько я видел, эта статистика сейчас не обновляется. Ну, это то, что я взял с офсайта, вот, еще тогда. То есть в целом тенденция такова, что фокусируется очень легко, вот, потому что, ну, там довольно простые вещи. Advanced – меньше желающих и меньше pass rate. Особенность, если сравнить вот тест-менеджера и аналитика с техническим, там тоже, разумеется, разница. Почему? Потому что вайтбокс-технике, они более предметные. То есть они поддаются оценкам, поддаются каким-то математическим выводам. То есть, потому что я иди правильно на вопрос, если ты знаешь формулу, если ты знаешь, как считать. То есть там все спритформерно. В тест-менеджменте все не так. Вопросы очень интересные. Пример. Кстати, в конце этого занятия я покажу типичный вопрос, который рассматривается на экзамене, вот, сложный, как бы, трехбальный вопрос, и покажу вам, как думать, как такие решать. Так вот, вопросы там очень интересные. Они, как правило, ситуативные. То есть вам говорят, что вы тест-менеджер находитесь на таком-то проекте, у вас какие-то ресурсы, какие-то риски, какие-то проблемы. Случалось вот это, вот это, вот так, вот так. Выберите там три из семи вариантов решения данной проблемы, которые подходят наилучшим образом. И вам нужно из семи вариантов выбрать три, которые больше остальных подходят. То есть вы должны знать, почему эти лучше остальных, и почему именно эти, а не другие. То есть, по сути, вы принимаете решение ситуативное уже на экзамене. Собственно говоря, в этом и смысл тест-менеджмента. Вам дают знания, и вас обучают ими пользоваться. Вот. Что же дальше? Смотрите, все мы выбираем как бы себе путь развития как специалиста. То есть кто-то хочет быть тем, кто-то начинает учиться на тест-менеджера. Но нужно четко понимать, для чего это тебе необходимо. Лично мне тест-менеджмент очень помог, я уже сказал, в моих активностях по аудитам, ассессментам, потому что они помогают мне видеть проблемы сразу же и давать быстрые ответы в разрезе того, как это, ну, то есть почему это полезно и как это лучше всего исправить. Более того, тест-менеджмент помогает вам говорить, то есть о проблемах. Вот, например, у вас заказчик спрашивает, говорит, а зачем вам вот эта вот активность? Ты говоришь, ну, потому что вот это, вот это, вот это, у нее вот такой профит, вот для этого мы ее сделали. Ты можешь аргументировать, зачем это нужно. Не имея знаний в тест-менеджменте, таких формальных, довольно сложно аргументировать, зачем мы делаем эту активность и зачем мы пишем такие тест-артефакты. Тест-менеджмент помогает приобрести, ну, то есть набрать словарный запас терминов, который пропадает? У всех пропадает? Нет? Один-два. Я думаю, что, видимо, может быть какая-то проблема на стороне канала. Нет. Ну, в любом случае, есть видео, поэтому можно будет пересмотреть, если где-то попало. Вот. У меня вроде все окей, канал хороший, поэтому, ну, вот я смотрю сейчас System Health, очень отлично все. Anyway, так вот, мы выбираем себе путь. Мы хотим как-то развиваться, и мы должны владеть определенным инструментарием, определенным словарным запасом для того, чтобы отстаивать свою точку зрения и принимать решения. Более того, вас, как тест-менеджера потенциального, вас будут спрашивать ваше мнение, ваши мысли, ваши знания, и на основании чего вы принимаете решения. Это, кстати, очень важно. Многие заказчики говорят, хорошо, слушай, вот ты, тест-менеджер, скажи мне, пожалуйста, а зачем мы вот это вот делаем, а как ты считаешь, а что лучше, а почему ты так думаешь, аргументируй. Для того, чтобы аргументировать, для того, чтобы принимать решения, основываясь на чем-то спокойном, на чем-то правильном, необходимо знать, куда копать. Так вот, в моем случае, например, я всегда руководствуюсь какими-то стандартами, какими-то известными подходами. Я говорю, что окей, хорошо, эта штука есть, используется в таком стандарте, либо же этот подход используют множество других компаний, либо есть формальные вот такие вот методики, вот такие вот техники, вот такие вот способы. То есть я говорю, что это есть, и говорю, заказчик, если ты хочешь, ты можешь погуглить, посмотреть, да, другие компании тоже такое используют. То есть я не просто выдумал с головы, тоже есть готовые используются многими. Вот, поэтому иметь фундаментальные знания в своей профессиональной области – это предельно важно. Что же касается самого наполнения? Я вам скажу чуть-чуть о том, как выглядит курс, то есть что находится непосредственно, что изучается в рамках этого курса. Он состоит из семи больших модулей. Вот, первый касательно тестового процесса. Я думаю, все мы знаем, ну, кто сдавал Foundation, знает, что такое фундаментальный тестовый процесс. Вот написано здесь – планирование, мониторинг, контроль, анализ, дизайн и так далее. Вот, фазы. Так вот, фундаментальный тестовый процесс – это набор активных, набор фаз с активностью внутри них, которые позволяют использовать этот процесс банально на… в любом проекте, абсолютно. То есть ты просто берешь этот процесс, приходишь на проект и его адаптируешь. У тебя уже есть порядок, у тебя же есть приоритеты, у тебя же есть списки активностей, которые должны быть. Здесь в тест-менеджменте процесс более раскрывается, рассматривается, как тест-менеджер должен имплементировать непосредственно процесс в проекте, на который он придет. То есть здесь вас учат применять полученные знания, вот, не только просто знать книжные варианты. К тому же, модуль рассчитан как раз для тест-менеджеров, которые хотят с нуля построить тестовый процесс. То есть, иными словами, если вы закончите данный курс, вы сможете построить тестовый процесс с нуля на любом проекте. Если вас нанимают, говорят, окей, делай процесс с нуля. Ты такой, хорошо, а без нуля, я сейчас сделаю по стик-ибишному все как в книжке. Вот. Собственно говоря, здесь в рамках модуля рассматривается, зачем нужна каждая фаза, когда можно некоторых фазах пренебречь, какие кемсти должны быть, как они должны менеджиться, что зачем и так далее. Здесь на стадии планирования, мониторинга и контроля вам рассказывают, как непосредственно делать, как контролировать каждый этап, какие метрики вводить, когда их вводить, какие метрики полезны, не полезны, вот. Как непосредственно понять, устроить правильное планирование, как оценивать задачи, как смотреть на проект в целом, чтобы заранее ничего не упустить, как осуществлять конкретно мониторинг и контроль, то есть как делать активности manageable. Менеджable, то есть измеримые, как их можно измерять, в сути. Потому что, ну, мы знаем, что нельзя менеджерить то, что нельзя измерить. Вот. Мониторинг и контроль. Мониторинг мы наблюдаем за чем-то. Контроль – это установлен корректирующий воздействие. Вторая фаза – это анализы дизайна. По сути, эта фаза отвечает за рассмотр тестов базиса, то есть требований, стандартов и так далее, и разработку тестов напрямую. Как менеджерить конкретно эту фазу, как правильно настраивать взаимодействие между тестировщиками, между тестировщиками и девелоперами. Вот. Третья фаза – это имплементация тестов и выполнение. Рассматриваются уровни детализации тестовых артефактов, рассматриваются способы, как можно успеть непосредственно в установленные сроки сделать тесты. Здесь также проводится грань между так называемыми тестовыми кондишенами и тест-кейсами. Если вы знаете, вот, тестовые кондишены – это более такие высокоуровневые тесты, а тест-кейсы – это более low-level. Вот. Также есть фаза оценка выходных критериев и репортинг. И ее суть – это показать непосредственно, как понять, что тестирования хватит или не хватит. Как понять, когда и что кому репортить. И последняя фаза очень интересная называется тест-клоджер. Она нужна в основном для одной вещи. Ну, то есть ее смысл в том, чтобы забэкапить все данные, научиться на своих ошибках и так далее. Но в ней есть очень прикольная штука под названием предсказанное количество дефектов. Да, именно так. Предсказанное количество дефектов. Вы можете предсказать, сколько будет дефектов в следующий релиз. Если так, грубо говоря, описывать, это будет выглядеть следующим образом. Допустим, вам нужно знать, какой… То есть, ну, вот, вы знаете, сколько времени у нас уйдет на разработку тестов. Ну, да, можно прикинуть. Вы знаете, сколько у вас времени пойдет на выполнение этих тестов. Тоже можно прикинуть. Как узнать, сколько будет багов. Сложно, потому что если будет много багов, то мы закончим тестирование позже. Потому что нужно время на фикс, на investigation, на reporting, на исследование, фикс, regression и так далее. То есть, ну, много работы. Если багов будет мало, мы быстро закончим тестирование. Часто бывает так, что при большом количестве багов время на тестирование увеличивается в два раза, а то и больше. Как делать правильный estimation? В этом суть как раз testclosure. Testclosure говорит, что здесь мы собираем метрики с текущего процесса. Мы собираем информацию о том, сколько было кейсов, сколько было дефектов, когда они были найдены, сколько усилий было сделано. То есть, на основании этого вырабатывается определенное соотношение. То есть, допустим, мы потратили там какое-то количество ресурсов, допустим, там, не знаю, количество story points, если это скрам. Вот. И нашли столько дефектов в вакууме. Иными словами, на следующий релиз можно предсказать, сколько будет дефектов, имея в виду, что у нас та же команда, те же процессы. У нас все то же самое, просто работы стало, допустим, в два раза больше. Означает, что дефектов, скорее всего, тоже будет в два раза больше. Естественно, мы на основании этого фактора можем уже брать, делать какой-то внятный estimation. Это один из примеров, как может использоваться в тест-клоге. Второй модуль под названием test management, он самый большой. Он занимает по объему где-то порядка половины всего курса. Вот. Первый подмодуль называется risk-based testing. То есть, этот подмодуль рассказывает о том, как можно делать тестирование, основанное на риск. Забегая, как бы чуть-чуть наперед, скажу, что смысл вообще этого risk-based тестирования в том, что если у вас agile, вы не можете предсказывать, насколько ваши изменения в данный момент, реквариументов, продуктов и так далее, повлияют на все остальное. Вы можете переливать только активных рисков. Только риск может вам сказать, насколько он увеличился в этом компоненте и уменьшился в вот этом. То есть, risk-based testing, смысл его опираться на рисках. В estimation, в планировании тестирования, при разных изменениях и так далее. То есть, вы просто мониторите одну метрику. Это риски, больше ничего. То есть, по сути, вы драйвитесь одной информацией. Как это делать, учит risk-based тестирование. Второй подмодуль – это тестовая документация. В чем смысл, как бы казалось бы, что тестовая документация, вот это вот, мы так знаем, стандарты. На самом деле, скажу, что есть множество тестовых артефактов, которые люди неправильно понимают, либо неправильно делают. Главное понимать, что смысл, смысл КВТ-подмодуля – как правильно внедрить тестовую документацию на новый проект. С чего начинать? Что брать за базис? Какие поля, уровень детализации необходимы для данного проекта? Как их правильно выбрать? Ну, вот это вот все. То есть, как правильно ввести тестовую документацию? Потому что этот курс нацелен на тест-менеджер, что им приходится делать. Третий – это тест-эстимейшн и тестовый метрик. Очень интересный подмодуль. Он говорит о формальных техниках оценивать. Формальных означает формальных. То есть, не 20% накинуть, не там пальцем в небо, не там как-то еще формальные техники эстимейшн. То есть, есть конкретный подход, есть конкретная формула. Ты берешь, считаешь и получаешь определенное количество. То есть, там рассматриваются, насколько я помню, три главных эстимейшн техники. Их обычно бывает с головой для того, чтобы использовать на вашем проекте. Тестовые метрики – весьма такая интересная сфера, потому что они говорят на каждой конференции, они говорят везде, кому не лень, но по факту многие на этом моменте конкретно проседают. Так вот, здесь приводится список основных метрик, приводится, то есть, рассматривается мнение того, что метрики должны не быть самодостаточны, метрики должны подкрепляться друг с другом. То есть, метрики нужно вести и измерять их попарно, то есть, делать гибридный медь. Почему? Потому что, если вы делаете одну метрику, которая самодостаточно, вы никогда не поймете, она правда показывает или врет. Когда вы делаете метрику гибридную, вы видите, как одна метрика ломает другую. То есть, иными словами, одна из двух метрик покажет вам насчет второй. Вторая врет или говорит правду. То есть, гибридные метрики – это очень хорошо. Также показываются способы, как эти гибридные метрики устраивать и что с ними делать. Дальше подмодуль называется «бизнес-вэлли тестирование». Смысл этого подмодуля в том, чтобы объяснить заказчикам, менеджменту, девелоперам, какая роль тестирования и какой смысл тестирования. То есть, какое место занимает тестирование среди всего, среди процесса разработки. Здесь также указываются такие моменты, как потраченная стоимость на разные типы ресурсных мер, стоимость предотвращения дефектов, cost of prevention, cost of detection – это стоимость обнаружения дефектов, стоимость internal failure, то есть внутреннего дефекта, и external, то есть внешнего. И на основе здесь показывается смысл, то есть сколько денег ресурсов мы тратим на каждый момент, например, на предотвращение дефектов, сколько мы тратим ресурсов, для того, чтобы дефекты вообще не появлялись. Сколько ресурсов мы тратим на обнаружение – это тест-дизайн, это execution, то есть для того, чтобы обнаружить дефекты, если не есть. Также есть стоимость, ассоциированная с непосредственно дефектом, ну, то есть с internal failure. Здесь говорится, к правилу, о том, сколько мы ресурсов тратим на то, чтобы дефект локализировать, зарепортить, пофиксить, прогрессить, вот, сколько времени и денег на это все уходит. И также external failure, когда дефект называется escape, то есть он прошел, он прошел в продукте, на тестирование не был найден и ушел в релиз, и кастомер его нашли, вот. Следующий подмодуль называется распределенная аутсорсная и несорсная тестировка. Смысл этого подмодуля в том, чтобы показать, как правильно менеджить тестирование в рамках распределенных командных мер. То есть если у вас часть команды находится здесь, часть команды находится где-то в другой стране, на другом материке, на другом контенте, как настроить процессы коммуникации, как настроить работу, как уничтожить риски, которые ассоциированы с определенной командой. И последний подмодуль называется управление стандартным в индустрии. То есть существует множество стандартов в IT, масса просто. Ну, часто кто закончил технические специальности, знает, что да, стандарты, госты, вот это вот все уже вот здесь торчит, да. Вот. Но здесь речь идет о нормальных стандартах, адекватных. Тех, которые морально и физически не устрели, те, которые автодейты и работают. Для практически каждой активности тестирования есть свой стандарт, который регламентирует то, как должно проводиться тестирование здесь или там. есть стандарты, которые помогают в работе в любом случае. То есть, допустим, если вам нужно что-то необходимое, вы просто углите. Допустим, там, тест-дизайн техники стандарт, он есть такой. Или там, типа, стандарт по компонентному тестированию, он тоже есть. Там стандарт для такого типа продуктов, тоже есть. То есть здесь рассматривается список известных стандартов, как их правильно применять и где их правильно применять. Третий модуль называется review. То есть техники review. С фонешного уровня, кто помнит, review – это часть статического тестирования. Статическое тестирование – это, вы понимаете, тестирование, которое фокусируется на тестировании продукта, либо его исходного кода и разных артефактов еще до момента, пока это компилируется и когда это будет каким-то образом сделано. То есть пока продукт еще не работает. Вот. То есть статическое тестирование фокусируется непосредственно на продукте, который еще не работает. Смысл статического тестирования – это найти те самые дефекты. Не failure, то есть не баги, а дефекты, которые находятся где-то, уязвимости, которые пока еще не проверить. Вот. Review является одним из основных таких способов проведения статического тестирования. Нет, эхэзэ. Что за эхэзэ? Это к чему? Какой-то вопрос? Виталий написал. Anyway, пиши вопрос. Если что, я пока продолжу. Так вот, статистическое тестирование в основном в Foundation проявлялось в двух вариантах. Первый вариант это был, то есть, в основном это фокусировалось на, первое, на manual examination, это ревью, и второе это статик-анализ, который при помощи инструментов происходит. Вот, то есть, ревью очень классная штука, помогает, то есть, помогает вам понимать, как правильно проводить митинги. На самом деле, вот для меня этот модуль много сказал о том, как делать митинги эффективные. Не вот это вот, как обычно, да, собираются все, всем скучно, плохо, хочется там спать, вот, а реально эффективные митинги. Как собирать нужных людей, как менеджить сам процесс при этом митинге, как людям и вообще менеджменту показывать, что вот от этого митинга был вот такой вот бенефит. Как доказывать необходимость статического тестирования. Тоже это очень круто. позволяет вам понять, как проводить статическое тестирование на проекте. Но здесь в тест-менеджменте, помимо основных четырех типов ревью, таких как technical review, inspection и walkthrough, добавляется еще два типа. Предыдущие типы были сфокусированы больше на объектах, таких как, допустим, test case, такие как там user story, такие как там design, то есть объекты, какие-то артефакты. А здесь в тест-менеджменте добавляются два новых типа ревью под названием management review и audit. Это ревью, для которых объектом являются процессы, то есть не артефакты, а процессы. То есть делать ревью процессу, оценивать эффективность процесса, оценивать проект. То есть здесь вводятся два этих типа, ревью, то есть менеджмент ревью и audit. Рассказывается о том, что такое аудиты, чем они отличаются от асессментов, как их правильно проводить, в чем их сфокальный смысл, как измерять эти ревью и как их формально менеджмент. Четвертый модуль называется defect management. Мы такие все. Хо, так мы же это знаем. Да, мы это знаем. Но этот модуль рассказывает о том, как, опять же, внедрять defect management с нуля на проект. Он рассказывает вам о такой штуке, как жизненный цикл дефекта, но более в широком понимании. То есть, одним словом, какие фазы, какие статусы дефекта могут быть, какие должны быть, какие опциональные. Как можно некоторые проблемы порешать при помощи обычных статусов? Как можно получать из дефектов дополнительную информацию? Об этом говорит как раз второй подмодуль, defect report information. Он говорит о том, как непосредственно показывать больше информации. То есть, как это использовать в метрике. И третий очень важный пункт – это как оценивать процесс, как оценивать эффективность тестирования на основании формации пепель. Используется такая штука, как face containment. Вот, ну, как один из примеров. Face containment – это метрика, которая говорит о том, сколько процентов дефектов находятся в рамках той же фазы, в которой они попадают в продукт. То есть, иными словами, если у вас есть какая-то фаза, во время этой фазы происходит работа, в процессе работы впадают дефекты в продукт, в рамках этой фазы должна быть также активность, которая измеряет количество дефектов, которые попало, и которые мы нашли и пофиксили. Иными словами, если мы там делаем разработку дизайна, и в процессе дизайна мы случайно впали 10 дефектов, и мы их нашли в рамках этой же фазы, тогда у нас face containment 100%. То есть, мы дефекты, которые случайно внедряем в рамках фазы, мы их же и находим. Конечно, это происходит уже постфактум, потому что сразу это мерить невозможно, но это является адекватной оценкой жизнеспособности тестового процесса. Иными словами, если у вас в фазе внедрено 40 дефектов, а не найдено ни одного, это говорит о том, что у вас тестовых активностей в этой фазе нет, а должны были быть, потому что эти дефекты дальше переползают и устраивают вам плохую жизнь. Пятый модуль, один из моих любимых. Это тест-импробмент. Собственно говоря, модуль рассматривает улучшение тестового процесса, но, опять же, не с потолка, не так, как вот я захотел, посмотрю, давайте покажите, что у вас. Он рассматривает формальные модели улучшения тестового процесса. Модели. Что такое модель? Эти отличаются от фреймворка. Фреймворки – это скрам. Фреймворки – это довольно инструментов, которые у вас есть. Гвоздь, допустим, это молоток, плоскогубцы, и вы решаете забить гвоздь. У вас есть инструмент, у вас есть и молоток, и плоскогубцы. Вы можете забить гвоздь и тем, и тем. Удобнее это делать молотком. Но вы можете забить и плоскогубцы. В этом весь скрам. Это фреймворк. Он позволяет вам использовать инструменты, как вы захотите. Что-то может быть удобно для вас, для кого-то может быть удобно что-то другое, но он не дает вам четких подходов, как это происходит. Он дает вам просто инструментарий и говорит, вот, держи, разбирайся сам. Модель вам дает четкий подход, как что-то делать. Иными словами, если вы используете модель улучшения тестового процесса, вам не нужно думать. Вы берете уже процесс, смотрите, ага, первый пункт сделать это, сделал. Второй пункт сделать это, сделал. Третий пункт сделать, сделал. По пунктам идешь, следует четко, что сказано, на выходе получаешь профит. То есть модель, вот, ну, допустим, модель TPI. Модель TPI позволяет вам сначала оценить ситуацию на проекте. Там она в себе имеет список вопросов определенных, на которые нужно ответить. Там true, false, их там 157, кажется, 157 вопросов, на которые нужно ответить. После чего она рисует тебе эту красивую матрицу и говорит, что вот, смотри, по матрице у тебя на проекте вот это хорошо, это плохо, это вот так себе. И дальше ты можешь уже определить приоритет фикса. Эта модель показывает тебе, куда расти, что у тебя хорошо, что у тебя плохо, вот где ты в доме находишься. То есть формальное улучшение. И это также легко продать заказчику, потому что ты говоришь, заказчик. Эта модель, ее многие используют. Загуглили, смотри, вот, ее многие используют. Давай мы тоже используем. Это очень хорошо и приятно. Шестой модуль называется Test Tool and Automation. То есть этот модуль рассматривает вопросы, как выбрать инструментарий для проекта. Вот, опять же, вы строите с нуля все, вам нужно выбрать инструментарий. Как ее правильно выбрать? Какой процесс выбора? Как это все сделать так, чтобы ничего не упустить? Задаются всякие интересные вопросы прибыльности инструмента. Потому что обычно заказчик говорит, окей, хорошо, такой инструмент стоит, там, 5 тысяч долларов. А когда он окупится? Вы такой, я не знаю. Этот модуль учит вас сказать заказчику, когда этот инструмент окупится. То есть сколько нужно ресурсов на его внедрение, на его поддержку, и когда мы выйдем в ноль, и когда мы будем начинать уже получать прибыль. То есть позволяет вам все рассчитать и показать заказчику. Также рассматривается жизненный цикл инструмента. То есть что происходит, когда инструмент устаревает, и как нужно правильно его реплейснуть? Как нужно правильно поставить процессы миграции с инструмента на новый? Как правильно общаться, как правильно обращаться с таким инструментом? Бывают случаи, когда поддержка инструмента становится все дороже и дороже с каждым днем. И рано или поздно профит от инструмента, он становится меньше, чем усиленно поддержка от инструмента. А поскольку вы завязаны на этом инструменте, вы с ним носитесь в вечность, и вы понимаете, что никуда не можете деться. Чтобы этого избежать, опять же, здесь есть определенные коды. И также метрики, которые позволяют нам мерить эффективность инструментов, и также метрики, которые мы сможем генерировать при помощи данного инструмента. Последний модуль называется PeopleSkills. Тоже один из моих любимых. Здесь рассматривается главный принцип того, как нанимать правильных людей. То есть какие люди нужны в проекте, а какие не нужны. Какие люди полезны, какие не полезны. Как проводить правильное собеседование. Как находить необходимых людей. Как понять, какие скиллы важны, а какие нет. Здесь продвигается идея того, что стоит оценивать также инженерные софт-скиллы людей. То есть инженерные софт-скиллы – это не те софт-скиллы, которые приедут рекрутеры. Нет. Инженерные софт-скиллы – это, например, умение вести переговоры, умение объяснять. Умение делать ревью, умение кого-то обучать, умение самому обучаться. То есть это все имеет какого-то большое значение. И часто говорится о том, что непосредственно… Непосредственно как бы… Хотя мысль… Да. Говорится о том, что софт-скиллы – они гораздо важнее, чем технические скиллы. Потому что с каждым днем, ну реально, как бы люди остаются те же самые, но фреймворки и технологии – они умнее. То есть они становятся лучше, лучше, лучше. То есть проблемы людей, как были там сперед назад, такие и остались. Технологии становятся лучше. Поэтому софт-скиллам намного сложнее научиться, чем техническим скиллам. Здесь рассматривается как бы список скиллов, которые необходим людям. Также тема поднимается, как строить тестовую динамику. То есть как непосредственно… Как непосредственно как бы формировать команду. Как делать так, чтобы сильные стороны одних людей покрывали слабые стороны других людей. То есть как это все учесть, как это правильно менеджировать. Как мониторить рост людей на проекте. Как помогать им развиваться. То есть это все такое. Также третья под тема говорит о том, как интегрировать тестирование в организацию. Как правильно замапить тестирование и девелопмент. То есть чувствовать вот этот вот момент, где тестирование не совсем влазит в проект. Такое часто бывает. Так же смотрятся вопросы мотивации и коммуникации. То есть в целом вот этот вот курс, он очень, скажем так, очень хорошо подходит. То есть он имеет в себе такое достаточно солидное наполнение, которое позволяет вам реально знать свою работу. То есть знать свою позицию. Имеется ввиду тест-менеджера или тест-лида. То есть имеете знание, вы сможете, вы будете готовы выполнять любые задачи в рамках позиции тест-менеджера или следа. В основном люди говорят, ну вот я не знаю, я вот думаю, моих скиллов хватит, не хватит. Обычно я отвечаю так, у вас есть тест-менеджер, если вы можете даже не сдавать, если вы разберетесь в материале, если вы выучите все, у вас все будет, вы все это будете знать. У вас точно хватит скиллов. Вот. Что касательно процедурных моментов, смотрите. То есть что аналитетично вам дает? По сути, во-первых, да, для того, чтобы вам его сдать, необходимо в Foundation Life. Также требуется полтора года опыта. Ну, это чисто формальная штука. То есть вы можете подойти к своему там HR-менеджеру, либо к PM, он должен просто поставить подпись, что вы реально работаете там-то, там-то полтора года. Просто подпись, без принятия, без ничего. Чисто формальности. И также Foundation Service. Это то, что вам необходимо для сдачи 12 уровня. Что это вам даст? Во-первых, это вам даст уверенность в себе, как я сказал, уверенность в том, что вы можете выполнять определенную позицию задачи по определенной позиции. Во-вторых, вы можете всегда ссылаться на то, что у вас есть сертификат. Вы сертифицированный тест-менеджер. Вы знаете, что вот так правильно, так лучше. Вы можете опираться на определенные практики, которые всемирно известны. Опираться на стандарты, опираться на подходы. То есть вы имеете хорошую, сильную базу для того, чтобы вести переговоры, отстаивать точку зрения и так далее. Это очень важно. К тому же, это открывает вам также пути для дальнейших сертификаций. Если вы хотите, расти дальше в экспертный уровень. Вот. Что касается самого курса? Сам курс длительностью от 40 до 44 часов. В чем, почему 40-44? Бывают разные группы, бывают разные уровни попавшихся. Мы ориентируемся в основном на образование. То есть цель не вычитать часы, цель научить всех. То есть смысл в том, что если мы работаем быстро, успеваем, мы заканчиваем курс раньше. Если мы не успеваем, есть много вопросов, много нужно разобраться, мы занимаемся дальше. То есть в этом смысл. Работаем по 2 часа, 3 раза в неделю. Тут есть небольшой баг. Понедельник, среда, четверг. Понедельник, среда, четверг. То есть 3 раза в неделю по 2 часа. С 8 до 10 обычно. Это время обычно комфортно всем. Также есть у нас банк вопросов, по которому мы занимаемся. То есть занимаемся как? После каждой сессии с теорией мы получаем на дом домашнее задание. Домашнее задание – это набор вопросов по пройденному материалу. Дома мы отвечаем на эти вопросы, смотрим правильные ответы, пытаемся разобраться, почему мы ответили неправильно. Если не разобрались, если неизвестно почему, записываем этот вопрос, на занятии спрашиваем. Также остается Skype-группа, например, для разных вопросов, переписок и так далее. У меня в основном график плотный, но когда я могу, я отвечаю на вопросы в Skype довольно быстро. Когда у меня есть окошко, я смотрю в Skype, отвечаю на вопросы, чтобы не ждать занятий. То есть все занятия записываются на видео и вам выкладываются отдельно. Вы можете их смотреть в любое удобное для вас время. Если вы пропустили занятие, вы можете посмотреть его на видео. Если вы что-то не поняли, забыли, пропустили, вы можете обратно все пересмотреть. Слайды тоже вам доступны и так далее. Что дальше? По ценам, насколько помню, это актуальные вопросы. 195 евро – это paper-based стоит. Электронный экзамен чуть дороже. Вопросов всего 65. Есть момент. Вопросы есть однобальные, двубальные, трехбальные. Трехбальные самые сложные, самые страшненькие. В следующий слайд будет содержать в себе именно такой вопрос. Трехбальный – такой серьезный вопрос. С экзаменом по тест-менеджменту мы вместе его разберем. Длительность – 225 минут для non-native speaker. 180 для native. То есть, по сути, получить extend очень просто. Потому что в основном нет сомнений, что ты non-native speaker. Обычно это не проблема. Так же, как и в foldation, pass rate – это 65%. Обычно я предпочитаю paper-based и всем рекомендую. По той причине, что paper-based, он более морально проще. Потому что еще есть группа людей, которая сдает такой же экзамен вместе с вами. Не так страшно, не так чувствуется как бы напряжение. Можно отдохнуть, почитать, расслабиться. Гораздо сложнее расслабиться, если вы сдаете электронный экзамен. У вас есть компьютер, если вы сидите, и сзади за вами сидит наблюдатель. В-1 и наблюдатель. Морально тяжелее. Плюс, в зависимости от центра и его технического оснащения, бывают разные глюки. С программой бывает такое, что комп тормозит, бывает еще что-то. Поэтому я обычно рекомендую сдавать paper-based. Пускай результаты приходят дольше, но зато оно более надежно. Здесь говорится о двух неделях, но я, например, получил свои результаты через 5 дней. Поэтому в зависимости от загруженности центра вы получаете свой. После электронного получаете сразу. Что касается вопроса. Вот он перед вами. Я вам дам пару минут на вас гонки глазами, посмотреть. И потом я его переведу и в своем месте ответим на этот вопрос. Можете пока пробежаться посмотреть. То есть вы видите, что вопрос на английском. языке достаточно такой сложненький многие обычно кажется что английский здесь довольно сложной на самом деле может быть потому что вопросы вот они пишутся были но они в поддаме это это не горбина вот находится бы их headquarters вот и на подпрыгну на тестинг стоит же в этом году был такой грех мбс он как раз является одним из и составителей этих вопросов вот и мы с ним общались вот сбуду как формат интервью поэтому все было очень интересно и он рассказывал как эти вопросы составляется так вот английский может быть слегка необычным некоторые слова могут вместо местами ну то есть потому что составляют не найти спик поэтому это как читать какой-то там british english такой очень british то есть слегка ухо режет и и так странная формулировка поэтому этого не пугайтесь это может быть и так но просто перевожу выявляйтесь с менеджером работающим на проекте который зарабатывает российское приложение вот проект недавно перешел на сторону agile и тест driven девайвом каждый девайвом цикл длится 15 дней адель и билды начинается на 7 после 10 дня у нас фича фриз новые фичи не добавляются девайвом от команды состоит из очень опытных членов команды которые гордятся своей работой но они толерантны к тестовым юзер истории выглядят в следующем образом найти ближайший подходящий отель как обычный юзер в неизвестной локации я хочу получить информацию по поводу ближайших отелей которые подходят моим комфортабельным и финансовым ожиданиям наилучшим прийти от высокий estimate 7 из 10 софт основывается на существующих веб-сервисах которые заглушены на стадии девелопмента юнит тестирования делается девелоперами в то время как системное тестирование и юзер ассептенс тестирования является ответственностью тестового системы тестирования в ранних девелопмент циклах часто блокируется часто было блокировано из-за серьезных фейлер новоразработных фич анализ показал также что много за тех проблем могли бы быть найдены на стадии юнит тестирования то есть не тесты анализ проблем найденных на продакшене показал что 30 процентов перформанс проблем был из-за ненадежных веб-сервисов которые мы получили отсыпать первичной тестовой цели является уменьшить полученный перформанс риски и увеличить уверенность в том что фейлер с высоким сервити не возникнет в из истории спиритетом равно больше равно ай к тому же а про менеджмент требует более близко взаимодействие тестировщиков и дела какие три из следующих тестовых активностей помогут достичь тестовых целей наилучшим образом вот такой вопрос и теперь нас есть вариант ответа вопрос довольно сложный он такой себе как бы не совсем понятно что требуется но это ничего что про ответить на этот вопрос необходимо отбросить варианты которые точно не являются правильными словами нужно и нужно находить несоответствие в вариантах ответов с вопросом часто так многие вопросы и решаются посмотрим вариант эй автоматизированный перформанс тестирования юзер старей спиритетом больше равно хай делается тестировщик на стадии системы тестирования тест экзекьюшен начинающийся в день день так спиритетом больше равно хоккей есть такое автоматизирование тестирование необходимо делать потому что у нас были проблемы и в день 10 потому что у нас уже фича фриз то есть имеет смысл делать тестирование на фича фриз логично то есть вопросе вот то есть варианте эй у нас ничего такого страшного противоречащего нет это неплохо то есть вариант эй пока откладываем вариант бей объединенные неформальные ревью юнит тестов которые делаются девелоперами и тестировщиками до десятого дня так мы знаем что и не тесты у нас беда потому что им тесты пасались вот но много проблем было пропущено то есть и не тесты плохие необходимых по ревью логично то есть тестировщики помогут девелоперам синим тестом и к тому же как требует upper management мы их подружим то есть в принципе вариант бит тоже вписывается до десятого дня тоже хорошо потому что десятый у нас фича фриз все принципе си идентификация внешних веб-сервисов и установление определенных сла сервис левел левел агриментов сервис провайдером что делается project management и тест менеджментом логично у нас 30 процентов перфонс проблем на продакшене были из-за некачественных веб-сервисов отсутствовать поэтому необходимо установить так называемый сла сла формально это договоренность того как продукт будет тестироваться ацетпати и как он тестироваться чтобы мы знали что продукт ацетпати тестироваться вот таким образом вот и мы можем получить определенный уровень уверенности то есть вариант c принципе тоже неплохо он покрывает последнюю из проблем которые указано в нашем вопросе то есть варианты и бисе в принципе годные надо проверить себя насколько они нам подходят то есть остальные должны не подходить для того чтобы первые три подошли итак вариант d перформанс тесты для юзер старей с приоритетом равно варихай это первая ошибка да у нас требуется приоритет больше равно хай а здесь только равно варихай уже не соответствует дальше дан бай девелопер делается девелопер нет performance это ответственность тестировщик окей делается на саде до саде юнит тестов нет потому что во время разработки продукта до десятого дня продукт очень сильно меняется происходит разработка и перформанс тесты могут показывать очень разные цифры на протяжении этого времени перформанс тесты нужно делать когда уже есть какой-то фичи фриз поэтому вариант d на мне подходит в нем есть критические несоответствия с описание вопроса вариант и набор метрик для юнит тестирования определяется и репортится тест менеджменту седьмой день юнит тестирование является ответственностью девелоперам не тестировщик а девелопер но нет смысла девелоперам репортить метрики для юниту стирования с менеджментом потому что это ответственность девелопер поэтому вариант и нам тоже вариант f доказано то славу план определяется с менеджером до каждого цикла и передается девелопером на 10 день у нас нету integration level у нас написано что есть у нас есть юнит тестирование делается девелоперами а системная и ассептность является ответственностью тестовой команды то есть integration уровня у нас нет поэтому вариант f тоже неплохо и вариант g опробовал детализированных дизайн-спецификаций путем инспекций уже неправильно потому что у нас же agile и test driven development какие какие детализированные дизайн-спецификации не может быть у нас на это нет времени к тому же путем инспекции inspection это самый тяжелый тип review который занимает очень много времени и для agile он в принципе не работа то есть мы уже не сможем то сделать тем более написано before day 7 то есть до 10 до седьмого дня за 7 дней получить апрув в детальных спецификациях взять inspection невозможно это анриэл поэтому вариант g тоже нам не подходит то есть вот так и у нас есть вариант d и fg который нам точно не подходит соответственно наши догадки к поводу a b и c оказались верны то есть правильные ответы у нас a b и c вопросы по этому вопросу либо по по вебинару потому что у меня на самом деле все вопросы есть нету окей тогда вас позже нет спасибо большое за то что пришли я постарался все так кратенько все уложиться вот если какие то есть еще вопросы возможно возникнут у вас есть мой linkedin он вот здесь можете то написать либо в skype почту я редко читаю вот это вот поэтому пишите если что спрашиваете буду рад видеть всем хорошо вечера и всем успеха у вас все получится всем пока и